На восстановление крепости, найденной на Хлебной площади, необходимы частные инвестиции. Напомним, во время раскопок обнаружились остатки сооружений Самарской крепости, возведенной в 1706 году. Ранее о ее существовании было известно только по историческим документам. Теперь у специалистов появились наглядные свидетельства. Архитекторы уже предлагают проекты, как законсервировать уникальную находку и сделать ее достоянием всех самарцев. Получается так, что мы накрываем реальный раскопанный архитект, накрываем направлением таким стеклянным павильоном и восстанавливаем ров внутри. То есть получается так, что вот этот вот пол, он внутри павильона в срезке, видно в срезку, как продолжается конструкция установлена. Вторую жизнь обретет отделение почтовой связи на Молодогвардейской, 144. Этот дом построил купец Иванов 120 лет назад. В планах открыть здесь почтовые ретро-отделения. Служащих переодеть в форму 19 века, воссоздать интерьер того времени, использовать старинные письменные принадлежности. Вокруг здания обустроить булыжную мостовую. Деньги на этот проект выделяет Почта России. Задача в том, чтобы максимально все федеральные ведомства, имеющие на нашей территории объекты культурного наследия, участвовали в их софинансировании и восстановлении. На территории города более 300 памятников историко-культурного наследия. Сейчас большее внимание федеральным объектам, но и муниципальные тоже приводят в порядок. Многие предприятия города уже изъявили желание финансировать реконструкцию старинных домов. Александр Хинштейн отметил, в этом деле важна консолидация уровней власти. Тогда городские памятники будут приведены в порядок к 2018 году.